По мнению экспертной комиссии, арбитр ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита». В игровом эпизоде хорошо видно игру защитника, которая нацелена на игру в мяч, и движение вперед-вверх нападающего, который инициирует контакт своей головы с рукой защитника. В данном случае следовало продолжить игру. Следующий игровой эпизод произошел на 74-й минуте в штрафной площади футбольной команды «Ахмат». После удара головой нападающим «Зенита» мяч попадает в руку защитнику футбольной команды «Ахмат», которая находится в естественном положении и не увеличивает площадь тела. Правильное решение арбитра продолжит матч. Следующий игровой эпизод произошел в игре футбольного клуба «Локомотив» с футбольным клубом «Арсенал». На 70-й минуте матча в результате неосторожных действий защитника «Арсенал» в своей штрафной площади был назначен 11-метровый удар. Решение арбитра абсолютно правильное. Мы видим на пленке, когда игрок номер 82 заплетает ноги нападающему команды «Локомотива». Правильное решение назначено 11-метровый удар. 59-я минута этого же матча. В результате единоборства в штрафной площади «Локомотива» арбитр принял правильное решение продолжить матч. На данном видео хорошо видна игра в мяч с защитником номер 27, в то время как его партнер под номером 31 успел до контакта с нападающим поставить ногу на землю, тем самым не мешая игроку продвигаться вперед. Правильное решение – продолжить игру. Следует отметить, что в этом эпизоде динамика игрового единоборства была на практически нулевом уровне. На 64-й минуте матча «Краснодар-Тамбов» арбитр принял правильное решение о внесении второй желтой карточки игроку номер 18 футбольного клуба «Тамбов» за срыв перспективной атаки. В данном эпизоде видно нарушение и на общем плане видна хорошая перспектива для развития атаки футбольного клуба «Краснодар». В компенсированное время матча «Краснодар-Тамбов» арбитр ошибочно вынес желтую карточку игроку номер 6, которая явилась для игрока четвертой в сезоне. В результате данного единоборства арбитр должен был продолжить игру, поскольку здесь нет нарушения. Игра номера 6 носит акцентированный характер в мяч, и игрок не попадает по ноге сопернику. Мать женской суперлиги «Локомотив-Москва-Рязань-ВДВ-Город Рязань». Момент на 75-й минуте и ошибочное решение арбитра продолжить игру. После прострельной передачи игроком «Локомотива» капитан команды «Рязань» делает непроизвольное движение к мячу рукой, тем не менее увеличивая площадь тела. Это нарушение правил, в такого рода случаях должны назначаться 11-метровые удары. Арбитр при производстве 11-метрового удара принял правильное решение. В первом случае, так как вратарь сошел с линии ворот до удара, то арбитр попросил удар повторить. Во втором случае, производство 11-метрового удара призвано правильным, поскольку игрок, который вошел на полметра в штрафную площадь до удара, никаким образом не влиял на производство удара с 11-метровой отметки.